всем привет рад вас приветствовать на своем канале и с вами витарган 177 сегодня у нас будет на обзоре карта называется она у нас березы в пустыне версии 2 значит присутствует у нас здесь авторское описание и звучит она следующим образом 2 версии карты березы в пустыне изменены локации автомобилей доработанные тин ну тинт это у нас в болото доработано болото вода грязь и другое карта максимальных размеров уровень сложности выше среднего интересного прохождения но не знаю что там у нас карты как она вообще там что и почем вообще без понятия так как я эту карту еще не запускал вот можете сами наблюдать серую кнопочку лавал бирж тирдл время бессер какой-то версии 2 вот так же у нас свободные слоты для выбора автомобилей выбираем что хотим и едем на чем хотим на соответственно выбираю значит я свой транспорт свой любимый транспорт выбрал но ну взирая на миниатюру знаете немного не могу пройти мимо миниатюры взирая на миниатюру могу сказать следующее ну 50-50 да но не 50-50 где-то две трети зеленушки даже наверно знаете как треть зеленушки треть водички и еще одна треть у нас пустыне не знаю что уж там делать на пустыне вообще без понятия на самом деле даже отчасти интересно потому что не дорог я здесь не наблюдаю вообще ничего не зелени пустыне вот на прямо безумно интересно что-то вообще может быть в пустыне ну для того чтобы узнать нужно начать игру так кстати относительно авторство кто нас автором появляется так что-то у меня в группе эту карту скачал да вот но что-то я не увидел здесь кто автор в описании давайте у меня здесь и по-моему первая часть есть этих берез в пустыне так сейчас я посмотрю 5 сек по 5 сек так это на что за карта нет это не она вот так вот автор бегельман дмитрий он же бакельма 0 или бакельма вот ну как-то так а кстати что здесь у нас есть тут же также еще есть вот допустим к первой части описание есть на карте 1 зс то бишь одна заправка два гаража 3 пилорамы один лесоповал 1 ручная точка погрузки 9 точка разведки 4 слота для автомобилей и также карта максимальных размеров вот ну и автор я уже сказал кто у нас автор ладно давайте смотреть на карту классно смотрится урал него как всегда воздухе висит так вот . разведки у нас в сортире причем поместили ее в сортир типа невидимый какой-то туалет у нас вот ну смотрим на карту смотрим на карту гаражи оба ребят закрыты ладно давайте будем открывать карту помаленечку где у меня уазик а вон он уазик может быть я думаю в разведку-то на уазике стоит проехать или на нивке давайте на нивке на нивке кстати я редко очень езжу поехали на ниве проедемся я так понимаю мы появляемся со стороны пустыни как раз таки пустыня знаете отчасти не пустынная присутствует изобильное количество каких-то камней ну не знаю пустыня ли это вот но ладно будем поверим автору на слово что называется пустыня значит пустыня пустыню достаточно такая барханистая холмистая вот дорога вся такая то есть поверхность вся такая ухабистая принципе смотрится это достаточно прикольно но могу сказать следующее достижение данной мубристости это скорее всего достижение не автора а самого редактора то есть когда начинаем мы играть ландшафтом с помощью боли ну грязь как какая-то вообще пипец какая глубокая когда мы начинаем играть ландшафтом в редакторе и неравняемого он вот таким вот образом получается холмистик вот какая какие-то зыбучие пески у нас ребят там были смотрите корабль у нас потонувший то есть мы ездим сейчас с вами по дну реки я так понимаю опять опять грязю какая-то пошла неимоверная но здесь вроде как потемнение наблюдаются поэтому ладно я смирюсь с тем что есть типа грязь в игре 60 фпс ребят при вообще шикарно даже гряя погрязи мы сейчас едем показывает 60 фпс прям прям перекрестил пальцы господи потому что частенько очень в последнее время у меня фпс в игре просто падает по самой не балую интересно будет здесь суши если суши не будет я не болтать здесь не заеду я хочу сказать ну как а отлично суша то есть твердая поверхность у нифига себе на каком холме . разведки офигеть ну автор ты дал конечно дрозда с . разведки далеко не каждый автомобиль мне кажется сюда заедет поэтому то что я выбрал нивку я не ошибся с выбором достаточно компактный автомобиль и с хорошей проходимостью ну какая у нас из холмистости ешкинку грешки так у меня первым делом первым делом самолета ребят первым делом самолет вообще мне нужны гаражные части ну ладно давайте доеду я наверное все-таки до этой до следующей то есть точки вот а потом наверное уже на других автомобилях поеду в другую степь и там буду искать гаражные части потому что здесь скорее всего у нас тупо будет пилорама более но грязь вот это она честно говоря совсем не красит карту ладно были бы потемнение вот как вот здесь сюда тогда в принципе это все дело было бы оправданно а здесь вдруг откуда ни возьмись появилась грязь вот поэтому честно говоря я не сторонник вот это невидимой грязи как я уже неоднократно говорил да я думаю многие это помнят по-моему там ребят гаражные части стоят что-то как-то там такой своеобразный уазис вдалеке по-моему это гаражные части давайте проверим насколько это все правдоподобно ну что карта без дополнительных объектов это факт при установке данной карты на это я всегда обращаю внимание вот ну то есть не стандартных дополнительных объектов да вот поэтому это однозначно у нас гаражные части вопрос другом каком состоянии находится у нас там автомобиль а то возможно будет правильнее подъехать сюда на урале и подтянуть его также там у нас расположена где-то неподалеку пилорама точка разведки подарок судьбы ребят три в одном и гаражные части пилорама и точки разведки шикарно ну да вот опять закончилось все это у нас противное дело расход у него меня вообще поражает 3 литра ребят вообще шикарно просто ой ну что ну зачем опять в грязь попали так выкозюливаемся вот у нас собственно говоря точка разведки взята вот так же у нас здесь стоит краз 255 с гаражными частями и соответственно само собой разумеется локация пилорамы пилорама локация так для того чтобы нам отсюда выкозюливаться что нам нужно проделать ну во первых давайте пересядем в краз я приятно удивлен ребят он полностью отремонтирован и полностью заправлен я думаю не составит большого труда открыть гараж главное отсюда выехать в принципе лесочек тот что я вижу впереди он достаточно такой жиденький поэтому я думаю не будет проблемой проехать блин единственная проблема какая то чересчур глубокая грязь ну прям я не знаю но честно говоря вместо вот этой пустыни я бы добавил бы сюда немножечко водички и грязь была бы более оправдана вот чем вот эта вот пустыня и какие то сплошные зубучие пески тут воды то не было много много лет а может быть даже десятилетий а может быть даже и столетий судя по внешнему виду данной пустыни вот но тем не менее ребят у нас остается какая то влага в этом песке и она нам дает вот такую невидимую грязь ну в принципе вот же да оно все так настолько вроде как близко но из-за того что у нас здесь какая то грязь непонятная глубокая причем очень даже приходится нам вот таким вот образом медленным темпом продвигаться может быть по краю где-нибудь там что-то и помельче было бы ну честно говоря сомневаюсь я отчасти относительно я бы сейчас удовольствием лебедочка помог бы автомобиля бедняга мучается все никак не доедет ну-ка давай ускорим несколько вот этот процесс нудный ковыряния в грязи когда же грязь то закончится а ооо здесь вообще она очень глубокая ребят очень глубокая грязь пипец просто блин я думал здесь уже не будет грязи ну нифига подобного все равно грязь продолжается не знаю не знаю по моему переборщил автор с грязью здесь можно было грязь уже сделать такую но если не совсем уж не делать ну хотя бы сделать ее какой-нибудь такой минималистичной но это вообще просто предел всему возможному я считаю здесь то она грязь вообще не нужна уже холмистость пошла на холмах грязи не бывает если учесть тот факт что здесь пустыня соответственно дождей здесь тоже крайне редко они бывают а на холмах грязь она подавно быстрее высыхает потому что вода вся вытекает из нее так поднимаемся мы с вами на холм вот этот злополучный давайте газку поддобавим так и куда нам здесь повернуть то надо господи а тут так знаете и сразу то и не скажешь куда из поворачивать знаете что я прокачусь какая на уазе я как бы всегда успею открыть сюда поеду ой нет стоп что там у меня всегда успею открыть гараж давайте пора проедусь я на уазе для начала здесь у нас есть дорога внешне она представляет собой достаточно жесткую поверхность и давайте прокатимся по этой жесткой поверхности посмотрим насколько далеко мы с вами уедем пол какой-то впереди с кривой дорогой здесь я сейчас наверное переключусь на повышенную потому что на автомате уж я точно на этот пол не заберусь слишком уж как-то кривела окривела дорога но выбрана дорога вот здесь такая вот как будто здесь следы да про следы от протектора вот то есть как будто здесь автомобили ездили я честно говоря безумно хотел бы посмотреть на те автомобили которые здесь могли проехать очень хотел бы посмотреть что-то как-то чрезмерно все это ребят экстремально а с бревнами так уж я вообще не знаю честно говоря насколько здесь реально проехать так ну в принципе я не знаю я могу и здесь мне кажется смело спуститься конечно не очень смело но тем не менее где там есть вообще что-то я заныкался так врубаю я повышенную ешкин кудряшкин а здесь опять какая-то грязь невидимая местами ну кощунить никто не запрещает правильно так а здесь то я наверно не поднимусь а нифига себе поднялся вот это да причем с такой легкостью я думал что я не то что не поднимусь я думал я если даже и попытаюсь это сделать я перевернусь назад а нифига подобного ребят прикиньте я это сделал большой легкостью так далее смотрим ребят что у нас здесь ожидает так пилорама на офигенной просто возвышенности с бревнышками по серпантину к этой пилораме все достаточно очень интересно так смотрим далее где у нас куда у меня там ориентир попал съезжаем мы с этого холма естественно само собой разумеется да и направляемся к следующей точке разлетки вон я вижу даже дорогу впереди здесь вообще проехать как нибудь нафиг так спускаемся а тут прям ах нифига себе вот это я воткнулся опять невидимая грязь всему виной ну что ты будешь делать о молодцом уазик вообще супер по дамагу вообще ничего блин ну меня раздражает эта грязь ей богу автор лучше бы ты карту не дорабатывал бы ну нафига ты пиндюрил вот сюда вот просто какая-то невидимая грязь она совсем не красит карту ну совсем не красит карту я наблюдаю огромное количество мест где можно было бы сделать реально вот на дорогах грязь но я ее не вижу не вижу вот это вот какие-то минималистичные точки вот балет углазил но все равно минималистичные какие-то точки вот эти грязевые они роли не играют никакой а вот на ровных поверхностях какая-то грязь я честно говоря я в заблуждении в замешательстве я даже так сказал бы но я не понимаю честно не понимаю зачем на холмах делать грязь более на тех холмах которые абсолютно смотрятся внешне такие чистенькие аккуратненькие ну ну никак не должно быть там на них грязи на этих холмах но она есть я конечно понимаю что все мы картоделы и все мы стремимся к тому чтобы да ешкин кот не могу промеж двух берез проехать все мы стремимся к тому чтобы игроки у нас не кощунили ездили по дороге усложняем мы карты как можем вот и тем самым как бы запрещаем ездить там где не положено вот и даем ориентир там ехать там где надо вот когда мы делаем грязь такую своеобразную так возвращаясь я на дорогу задним ходом наверное потому что туда к берегу мне спускаться совсем не хочется если честно и откровенно говоря там наверняка глубоко я там наверное не проеду а если и проеду там просто наверное грязи что называется вам и не снилось если уж грязи море там где она там где ее не видно что ж тогда будет с грязью там где ее видно так обратно как-нибудь надо волшебным образом не просто проехать аккуратненько тихонечко где-то здесь у нас уже должна появиться дорога я не играл конечно в первую версию на данной карте но первую версию данной карты но мне кажется там вот как раз таки не было вот этих косяков с грязью я вот кроме как косяки это назвать не могу вот не было стопудово этих косяков с грязью блин в сторону развернулся вот а теперь вот благодаря вот этой волшебной доработке у нас теперь присутствует грязь непонятно в каких местах и зачем так куда едут вообще так мне надо вот сюда значит туда и будем ехать в принципе все достаточно так знаете неплохо сделано красиво и интересно я думаю действительно будет многим приятно покататься по такой карте так включая повышенно пробую здесь проехать срезать потому что там какая-то немоверная грязюка опять же на возвышенность во 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 что творится смотрите ребят и ех ядрен батон носит нас как не знам кого да неплохо сделана карта конечно очень красиво но со своими недостатками я не знаю конечно сколько большой опыт у данного автора в принципе я неоднократно уже делал карты от автора багель багельма или как правильно я говорю вот но честно говоря от этой карты я не в восторге так ладно едем дальше выезжаю я здесь у нас слева асфальтированная дорога грех по ней не ехать а чё ну да прощение грех по ней не ехать 10 выезжаю на асфальт и смотрите ребят зато у меня ноль дамага б affection ай блин и нас же было так сказати а ноль дамага и знаете сразу получите или раскиситесь of most Is но зато для того чтобы заправиться ребят вам придется помесить причуд ж включаю повышенную потому что я так думаю сейчас тут в fait почему все происходит вплоть до наоборот против по полная противоположность моим словам говорю про дамаг нет дамага бабах получил говорю про грязь то что сейчас будет грязь нет нифига все нормально так вот здесь дорога направо она ли это лет просто холм также я вижу здесь болотистость болотистость какая-то здесь присутствует я хочу открыть точку и посмотреть как мне лучше проехать на кразе потому что с полу прицепом честно говоря экспериментировать лазить как-то мне не очень хочется вот пожалуй я вот на уазике вот такую палате как горный козел да добрый вечер я вам тоже всем рад а папа 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 давай давай родной давай чуть-чуть осталось только не переворачивайся давайте что-то так же легко и просто как прошлый раз у нас здесь не получилось так а сейчас вы еду на асфальт а потом уже буду смотреть куда мне лучше по моему мне надо ехать куда-то налево вообще прямо гараж гаража я приехал ребят а там где-то неподалеку от гаража как раз таки у нас и . разведки ну давайте доедем до гаража уж там от гаража я думаю мы проедем как раз таки к этой точке разведки там она где-то будет для гаража расположена к не пойму вообще приеду гаражу по этой дороге по моему она куда-то вниз уходит или в сторону по поеду ножкин кот опять грязь невидимая он . разведки я вижу так здесь я сделаю следующее перестрахуюсь тоже мало ли выркнет меня щас сберусь я с помощью лебедки поднимись ты господи что-то я не знаю осталось два сантиметра так у нас уже ребят темнее что-то как-то я затянул свой обзор на самом деле ну вот собственно говоря я а понятно у нас тупо здесь серпантин ребят поднимаемся по серпантину открываем гараж но я могу сказать следующее что в принципе я писался время обзора то есть до потемок я открыл почти все точки разведки все их открывать не стану осталось там одна какая-то белорамка да у нас вроде были что там там вообще не болтание просто разведка . разведки ничего так по факту не скрывающего существенного так что давайте поехали я проеду по серпантину я думаю мне не составит это огромного труда и более что есть асфальтированная дорога единственный труд ребята этот год на гаражных частях добраться добраться до асфальта потому что вот это неоправданно глубокая грязь она честно говоря маленько вымораживает внутреннее занятие такое ковыряться в одном и том же месте хотя по факту могли бы ехать очень даже комфортно так дождем свет вот и едем мы с вами таким незамысловатым способом по серпантинчику так здесь лучше притормозить какой-то здесь асфальт бюджетно-вариантово бюджетно-вариантовый никуда серый догнался вероятность получить дамаг на таком асфальте очень велика и причем нехило так можно накернуть так дамага служить медом то не покажется это однозначно ну ехать по асфальту вообще одно удовольствие честно говоря все открыли мы с вами гараж единственный недостаток что тут уж как-то локация гаража запихнута под сам гараж вот а так целом очень даже все неплохо так давайте я переведу время чтобы было светло так переведу время говорю так перевели ну и в принципе пожалуй а знаете я заканчиваю на этом обзор я думаю уж одну точку разведки вот эту я думаю вы сами без меня откроете тем более что вот она пошла дорога чики-пуки и туда чпок и точечка открыта так сколько у нас здесь три пилорамки до три пилор а нет четыре пилорам а надо раз лесоповал у нас вообще вот здесь отдаленно где-то находится я думал все несколько проще ну ладно ладно бог бы с ним принципе достаточно интересная карта я читал комментарии многие склоняются к тому что карта не айс не хорошая не красивая не знаю может быть да конечно где то что там может быть где-то не да красиво может быть где то что-то и стоило было сделать по-другому но я скажу свое мнение что карта в принципе неплохая исключение вот этой невидимой грязи на которой я очень часто плююсь на всех обзорах грязь должна быть уважаемый каркадил видимо я если если автор здесь пытался изобразить какие-то там зыбучие пески вот то я боюсь у тебя это не получилось не не похоже это на зыбучие пески но вот как ни крути надо было выбирать другую так скажем породу песка то есть здесь у тебя обычный я не помню как этот грунт называется надо было выбирать пляжный песок там есть в редакторе пляжный песок вот это было бы смотрелось более бы реалистично чем вот этот грунт такой серый какой-то непонятный вообще где-то какие-то авторы сделал затемнение для чего непонятно опять же либо это тень какая-то туалет и здесь такая протоптанная тропа если это песок то какого какого фига здесь протопталась тропа в песке мы когда не по пляжу ходили ну или банально по песку да никаких троп черных там нигде нет на песке здесь же почему-то автор изобразил какие-то тропинки черные значит если это если это не песок то соответственно из зыбучего песка здесь не должно не должно быть здесь такой грязи вот но не знаю очень много нестыковок относительно все это и невидимой грязи а так в целом ребят карта неплохая я думаю многие соблазнятся и и пройти вот такой у нас лесоповальчик здесь поди фигово в принципе очень даже прикольно лесоповал он же . погрузки да я так понимаю а вода на той стороне у нас локация лесоповала с этой стороны у нас козел для погрузки бревет но принципе вот так как-то всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте вступать в мою группу в контакте витарган 170 75 rs скачать вы эту карту сможете на сайте stmos в моей группе и увидев ссылку под видео всем спасибо